Душанбе прошел круглый стол на тему «Интеграция государств Центральной Азии в Евразийский экономический союз. Реалии и перспективы», организованный представительством некоммерческой организации «Фонд развития Институт евразийских исследований в Республике Таджикистан». Мероприятие было организовано при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан. В работе круглого стола приняли участие эксперты и представители посольств стран-членов ЕАЭС, аккредитованных Душанбе, а также сотрудники госструктур и неправительственных организаций, представители бизнес-сообщества. В своем приветственном слове посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов напомнил, что вопросы экономической интеграции постоянно обсуждаются в кругу экспертов, экономистов, политологов и аналитиков Таджикистана. От нового союза выиграют все, отметил он. Представитель Таджикистана на круглом столе, сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан Мавзуна Каримова отметила, что пока не наблюдается резкого роста в экономике стран ЕАЭС, но в долгосрочной перспективе возможно улучшение ситуации. Отметим, что ожидалось, что к концу нынешнего года Таджикистан подаст заявку на вступление в ЕАЭС. С оптимистичным заявлением об этом в начале лета выступил депутат Госдумы Российской Федерации Леонид Слуцкий. Я думаю, что Таджикистан в ближайшее время, может быть, в ближайшем году заявит о желании присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Однако этого не произошло, и Россия начала действовать для того, чтобы стимулировать вступление Таджикистана в ЕАЭС. Напомним, что ЕАЭС был создан России для сохранения и усиления своего влияния в странах бывшего СССР. Центральная Азия для России является своего рода буферной зоной от политических и военных угроз, и потому она всеми доступными ей способами пытается сделать страны Центральной Азии полностью зависимыми государствами.